друзья привет сегодня продал газпром и купил камаз сразу отвечу на вопрос почему именно сегодня продал газпром дело не в том что я там нашел какие-то пики по нему что лишь то он не будет расти нет конечно друзья мои дело в самой системе продаж и покупок и в структуре портфеля нет смысла вам еще расскажу вы же наверняка подписаны не только на мой блог и вы видите как кто-то там ждет там 30 процентов там столько там какое-то нереальное количество процентов а потом смотришь по итогу году ерунда получается или вообще минус или там какой-то 10 процентов за год почему так происходит да потому что друзья мои нет смысла никакого сделать там какое-то большое количество процентов а потом там сделать минус 1 2 3 ограти по ограничить убытки нет я иду другим путем я потихоньку помаленьку там 3 процента на этом сделал 6 процентов на этом сделал бывает там и 10-15 процентов там делаю по позиции ну бывает там очень у меня в портфеле моем инвестиционном рейтинге есть разные компании есть в том числе там высоковолатильная очень компании типа камаза допустим там n plus dvmp на которых у за маленький период бывает очень хороший рост и кстати я их вот когда захожу в них вот допустим как камаз я захожу чуть-чуть его зашел потому что может еще дальше упасть у него очень сильно волатильность но на них прям много бывает процентного выражения заработок и все их выход вывожу в плюс позиции все но не жду каких-то огромных плюсов там там 40 процентов сделать на этой позиции зачем я лучше 10 раз по 5 сделаю чем один раз по 40 понимаете поэтому я сделал на газпроме дивы от него получил то есть я купил когда он рухнул купил грубо говоря там перед незадолго до див отсечки купил потом купил на див гэпе потом там чуть-чуть там купил там продал но в итоге получил и дивы и плюс такой вот и все я не гонюсь за каким-то огромными плюсами с одной позиции нет я постепенно вы же видите я каждый день практически какую-то прибыль то 6 тысяч там то 2 то тысячу бывает и 500 рублей 2 15 тысяч бывает ничего но ничего не минус понимаете еще раз повторяю нет смысла вот многие привязаны к пиком к дну и и зациклены именно на этом а деньги делаются в долгу не так не то что нашел где-то пики дно деньги делаются при общей работе с портфелем при общей работ надо надо соблюдать структуру уровень кэша в разные периоды рынка нужно соблюдать риск менеджмент по позиции работу с позициями именно это создает хороший плюс в долгую там в год-два-три и так далее хотя я и в моменте хорошо зарабатываю но понемножечку тысячонка две три пять десять пять пятнадцать пятьсот рублей ничего 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 пятьсот тысяча полторы две пять и так каждый день понимаете практически вот почему я продал газпром что я на нем заработал все очень просто но лучше стая синиц которая весом гораздо больше чем одного журавля в небе вот так вот а камаз ну естественно я уже в этом году да хорошо заработал и опять сегодня взял мы взял немножко потому что может его и дальше понести вниз камаз одна из очень перспективных компаний на российском рынке но перспектива это не ну не только нельзя за одну перспективу давать ну много покупать нет у меня и позитив есть но это все по чуть-чуть понимаете и везде зарабатываю с камазом что хочу сказать сейчас из недавних новостей хороших по нему ну то что там он поставит в москву 1200 электробусов 400 автобусов что яндекс такси купить пять тысяч москвичей который на существенную долю принадлежит завод этот камазу это все вы знаете наверняка но может не знаете вот сейчас узнаем но появляются еще одни интересные точки роста для камаза это субсидирование сидельных тягачей уже есть программа льготная на льготный лизинг на 2 миллиарда сейчас прорабатывается еще и для и для тягачей и для другой коммерческой техники и я думаю камаз там своего кусочек пирога получит также из недавнего эта встреча руководителя камаза руководителя газпрома миллера где обсуждалась разработка новых типов автомобилей автобусов и внедорожников на природном газе которые будут в том числе и в газпроме я думаю в основном да госпом огромная корпорация может быть и просто пустит ее в массовое производство поэтому все нормально у камаза просто ну можно можно просто смотреть как его болтает туда-сюда в вашем портфеле а можно на этом деньги зарабатывать вот что я и делаю ну поехали на ваш вопрос почему продал газпром я уже ответил был такой вопрос не потому что я пики увидел а потому что система извлечения прибыли с моего портфеля так устроена да что я не гонюсь ну сделал там 6 процентов да пожалуйста да пусть он дальше растет я положу что-нибудь другое понимаете будет в россии да конечно но с какой скоростью будет расти когда он будет расти и так далее так далее за это время несколько раз на разном заработаю ну и плюс кэш все таки и в такой момент я бы нарастил бы кэша что я и сделал то есть газпром продал много мне было камаза купил чуть-чуть совсем так вопрос антон здравствуйте каково ваше мнение об акциях м-видео если акции в вашем рейтинге заранее спасибо но юля видимо следит за мной давно уже и знает что у меня есть основной рейтинг да куда кстати входит и камаз ну газпром понятно да нам и dvmp и позитив там и из таких мелких компаний ну естественно ватэк сбербанк и так далее основной рейтинг да как компании которые я покупаю в этот портфель и долгосрочный портфель и в пираты а еще дополнительно рейтинг которые компании которые не проходят в основу да но на который поздно хорошо на них зарабатывается равно и который имеет определенные фундаментальные причины роста более-менее денежные потоки но более-менее именно да и не проходит в основной рейтинг это допы да это там инарктика руснефть казанек синтез клубы шефазот в уж там и так далее я их беру в этот портфель либо на разборе портфеля они ежедневные покупки когда просто отдельно беру на то так называю или но в пиратах постоянно беру постоянно эти допы мы на допах на этих катаемся там в пиратах очень хорошо есть кандидаты в допы да то есть три у меня уровня так вот и видео нигде нет даже в кандидатах в допы объясняю почему ну потому что я не вижу мне даже чтобы чуть даже просто я когда захожу в короткую да ну на короткий период времени даже даже спекуляция но я должен быть уверен в долгосрочном росте компании потому что когда вы заходите вроде бы ненадолго поспекулировать никто не знает сколько вы там просидите вот в газпроме я очень долго сидел как-то месяц 5 месяцев это очень долго для этого портфеля то есть я обычно купил там через месяц продал или через две недели там перезашел и так далее ну и так же самое с мелкими компаниями я же не буду в минус продавать либо мне надо дождаться пока она вырастет но я обычно не жду я вручную вывожу в плюс где-то купил где-то продал вот но я должен быть уверен что у компании все хорошо в долгую все равно м-видео о чем какие у нее перспективы вся но не вся но очень много покупок той продукции которую она осуществляет переходит в интернет азон в альберестом так далее какое у нее будущего видео но я особо не вижу поэтому не покупаем так а как вывести позицию в плюсе с момента покупки она сильно провалилась но в одном ответе на вопросе это не скажешь но посмотрите блок я рассказываю как я это делаю купил 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 продал там ну схема есть понистайте в в блоге есть это видео конечно так может надо посидеть подольше полистать но грубо говоря вот вы купили на сто тысяч ну ладно купили на десять тысяч потом купили еще на десять тысяч потом продали грубо говоря на пять тысяч и у вас в компанию вложено получается пятнадцать тысяч да сначала купили на двадцать потом опять продали пятнадцать вот когда стоимость компании будет там шестнадцать семнадцать больше вложено да тогда уже можно закрывать вы выйдете плюс стоимость позиции больше чем не введено но это сам смысл а как ее выводить есть определенный алгоритм посмотрите блога долго об этом буду рассказывать об этом было и отдельном видео и вообще суть работы моя в с портфелем если если следить то поймете антон здравствуйте следующий вопрос подскажите как определять акции третьего или второго эшелона по цене расскажите об этом пожалуйста да нет конечно не по цене причем цена у втб у втб допустим вообще цена там две копейки что это значит что у него третий эшелон нет акции первый эшелон эшелон это высоколиквидные акции ну как правило с большой капитализации и с определенными там показателями как правило как правило заходите на сайт мосбиржи вводите название компании там есть такое понятие листинг листинг 1 листинг 2 листинг 3 вот как правило листинг слева карточка эмитента будет как правило листинг соответствует эшелон как правило потому что точного определения нет такого это просто понятие почему вышел с газпром сказал все еще вопрос скоро див выплаты у совком флота у сбера стоит ли данной компании присмотреть предполагаю что ноги ринутся покупать данные акции с целью получения дивов и стоимость их вырастить после чего и стоит зафиксировать прибыль смотрите как заработать на дивах я зарабатываю на дину можно двумя способами до объявления дивов до объявления дивов если вы думаете что будут акции дивы хорошие либо на див гэп и потому что див гэп закрытие части див гэпа происходит с разной динамикой то есть закрывается там 10 процента див гэп закрывается грубо говоря там за полгода а 3 процента за неделю может закрыться то есть я зарабатываю на див в гэпе только не канал полностью закроется когда часть вот так вырастет но если рынок обрушится и они обрушится обычно акции отрабатывают значительную часть потенциала роста на дивидендах после объявления дивидендов а под уже под дивидендов там таких деятелей полно которые хотят так сделать понимаете если вы идете с толпой вы зарабатываете как толпа то есть как рынок зачем цель же сделать больше начинают как-то по-другому смотреть на вещи это вот опять же с этим газпромом вот тысячи людей тысячи людей все пытаются найти где пике где дно найти хорошую точку входа найти хорошую точку выхода там поддержки спрятления там если там и так далее и так далее а общей целой системы общей целой стратегии работы с портфелем нет и гоняют туда-сюда туда сюда сделали много денег где-то где-то не получилось где-то зафиксировали убыток и зафиксировали прибыль и и мечется 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 ну вот вы просто ради интереса ну посмотрите даже на этом пульсе там там посмотришь я сделал столько-то сток я сделал столько-то сток нажимаешь годовая прибыль минус 50 процентов да так потому что мечет сюда-сюда дело не в том сколько ты сделал с позицией дело в общей системе работы с портфелем чтобы у тебя в общем был доход а не где-то на догадать пике отгадать до понимаете система должна быть система работ с портфелем задавайте вопросы получать ответы и больше информации в телеграм реально больше информации телеграм там сегодня разбирали там и материнский ой там детские портфели и как-то обеднять портфель и так далее так далее то есть но в телеге реально много информации поэтому переходите внизу будет ссылка на telegram всем пока